Что же на самом деле происходит с мозгом матери, когда у нее появляется малыш? Первое. Серое вещество в мозгу уменьшается. Серое вещество составляет самый внешний слой мозга, и своим цветом оно обязано высокой концентрации тел нейронов. Именно этот слой играет решающую роль в исполнительных функциях, контроле, моторике, эмоциональной регуляции, социальном познании и любой другой форме обработки информации. Исследование, проведенное доктором Элсилин, показало, что в мозге беременных женщин и молодых матерей происходят довольно резкие изменения. Одним из них является уменьшение объема серого вещества. Это может звучать не очень приятно, но на самом деле это не значит, что после родов вы стали глупее. По словам доктора, уменьшение количества серого вещества – это благотворное адаптивное изменение. Именно благодаря этому матери могут правильно распределять свои ресурсы и направлять их на заботу о детях. Второе. Мозг удаляет ненужные нейроны. Синаптическая обрезка – это естественный процесс удаления нейронов, которые больше не нужны мозгу. Во время и после беременности она усиливается. С помощью этого наш мозг становится более компактным и изобретательным. Третье. Мозг перегружается. С точки зрения психологии мозг женщины после рождения ребенка превращается в компьютер, который никогда не перестает работать, отслеживая и вычисляя каждое движение и звук младенца. Разум матери не может отключиться или перейти в режим ожидания. Добавьте к этому гормональные изменения, вы получите перегруженный мозг. Поэтому порой вы словно теряетесь во времени и чувствуете себя отстраненно, хотя на самом деле делаете все привычные дела быстрее прежнего. Четвертое. Фиксируется рост префронтальной коры. Исследования показали рост префронтальной коры головного мозга молодых матерей, которые отвечают за обучение, планирование, отсроченное удовлетворение и суждение. Они также обнаружили рост теменных долей и височных, которые связаны с эмпатией и пониманием. По сути, это улучшает способность мамы учиться понимать невербальные сигналы, позволяет установить более глубокие связи и привязанность, плюс дает маме дополнительное терпение, необходимое для ухода за младенцем. Пятое. Миндалевидное тело мозга увеличивается. Часть мозга, участвующая в обработке угрожающих раздражителей и активации реакции организма на опасность, увеличивается. Это делает мать более чувствительной и чуткой к потребностям новорожденного ребенка. Шестое. Память может давать сбои. Некоторые исследователи говорят, что все вышеперечисленные структурные изменения в мозге влияют на память. Было высказано предположение, что, например, эволюция заставила женщин забыть о боли в родах, чтобы обеспечить еще продолжение рода.